МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня в нашем выпуске. На одной волне глава Чувашии встретился с ведущими конструкторами судостроения. Не рождаются, а становятся. Чебоксарские депутаты выбрали нового почетного гражданина столицы. Ледовые страсти. Хоккейный клуб Чебоксары сыграл с китайской командой Ценгтоу. Завтра, 15 августа, исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося ученого кораблестроителя, академика Алексея Крылова. Накануне знаменательной даты глава Чувашии встретился с ведущими российскими конструкторами судостроения, руководителями отраслевых предприятий. Президент Российского научно-технического общества судостроителей имени Крылова Владимир Никитин с делегацией приехал в Чувашию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных дню рождения нашего земляка. Алексей Крылов родился в семье бывшего офицера царской армии в Симбирской губернии, ныне Порецкий район Чувашии. Порецкий район – центр морской подготовки юноармейцев республики. В районной школе создано два морских кадетских класса, один из которых носит имя академика-кораблестроителя Алексея Крылова. На родной земле ученого есть музей, посвященный делу всей его жизни. Это имеет огромное значение для воспитания нашей молодежи. В вопросах военно-патриотического воспитания, в вопросах любви к земле, к родине. Глава Чувашии подчеркнул, что республика заинтересована в расширении сотрудничества с научно-техническим обществом. Гости, в свою очередь, отметили работу предприятия «Экро» с завода имени Чапаева и электроаппаратного. Эти организации уже зарекомендовали себя в судостроительной отрасли. Мы создаем и для государственного обороны заказ для военной техники. Выполняем заказы и с заводом Чапаева, и с другими заводами. На примере электроаппаратного завода создается сегодня система электродвижения для ледоколов. Очень приятно сегодня в докладах, и мы на заводе бываем, что электроаппаратный завод поставил главное распределение щиты на три ледокола мощностью 60 мегаватт, которые в Ленинграде строятся, на Балтийском заводе. И я вот участвовал в комиссии, которую возглавил зампредседателя правительства Юрий Иванович Борисов. В самое ближайшее время, с 2021 года, в стране начнут строиться еще три ледокола уже мощностью 120 мегаватт. 48 метров ширина этого ледокола. То есть он прокладывает сразу канал для того, чтобы мощные ледоколы шли по этому каналу. И я уверен о том, что именно электроаппаратный завод, надеюсь, завод ЭКРО, они будут поставлять это оборудование и для мощных ледоколов. После встречи члены научно-технического общества возложили цветы к памятнику Крылова. Завтра они посетят музей академиков в Парецком районе. Татьяна Трофимова, Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика. Строительство нового кадетского корпуса в Чебоксарах на финишной прямой. Стройка находится на личном контроле главы республики. Тем временем родители оценили возможности новой школы. И вместе с ними наша съемочная группа. Кадетский корпус вырос прямо на глазах. Всего почти за год. Строители в кратчайшие сроки возвели целый образовательный комплекс. Эта неделя должна стать самой напряженной и ответственной. Работы выполнены на 90%. Стройки ведутся ударными темпами в 2-3 смены. Стопроцентная готовность у спального корпуса, который рассчитан на 250 мест. Там уже установили мебель. Кадеты здесь будут не просто учиться, но и жить. Замечательно постарались все. Кадетский корпус очень красивый, великолепный, большой, светлый. Нам очень понравилось всем родителям. Будем надеяться, что оно будет способствовать и внедрять в наших детей очень много положительных, скажем так, качеств. Впечатлений, конечно, даже неописуемые. Я даже не ожидала, что такого масштаба будет наша школа, наш новый корпус. У меня ребенок пойдет в 8-й А-класс. Он уже проучился 3 года в старой школе. Но он даже не представляет, куда он попадет. Это школа на самом деле республиканского уровня. Все школы остальные обзавидуются. Это будет шестое по счету подобное учебное заведение в Поволжье. Такие же корпуса уже работают в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае и Нижегородской области. Многие родители мечтают, чтобы их дети учились именно здесь. Раньше моя дочка училась в Маргаушке среднеобразовательной школе в кадетском классе с 5 по 9 класс. Вот когда мы узнали кадетскую школу в Чебоксарах строится, поставила цель, наверное, я пойду в 10-11 класс в кадетскую школу. Ей хотелось более свои преимущества показать больше, чем... У нас как в Маргаушке школе только класс, а тут преимущества больше и стадион, и проживание, и кружковые секции. Я надеюсь, знаний здесь больше получит она. Новый кадетский корпус станет гордостью столицы Чувашии. Здесь будет построен икрытый ледовый поток. Его введут в эксплуатацию на год позже. Откроют и современный парк. В его строительство вложено 75 миллионов рублей. Учиться здесь будут, начиная с 5 класса. Каждый день, начиная мутро, как говорится, с этого объекта, и видим, как на глазах здесь все происходит. Сейчас я еще раз говорю, я думаю, что к концу недели уже и благоустройство практически будет завершено. Будут созданы все условия детям для того, чтобы действительно развивалась гармонично развитая личность, интеллектуальная личность, творческая личность. И самое главное, что все-таки ту задачу, которую мы перед собой ставим, что будущие защитники Отечества должны учиться именно в таком кадетском корпусе с такими условиями. Уже 1 сентября будущие офицеры наденут мундиры и пополнят ряды кадетского движения. Рифат Фадкулин, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. В Ядринском районе обсудили итоги работы и задачи на последующие полугодия. Глава республики указал местным властям на болевые точки, какие проблемы волнуют жителей и как их намерены решать в администрации муниципалитета. Подробности у Дмитрия Ковалева. Новая школа на 300 мест позволит решить проблему второй смены в муниципалитете. В Ядрине ее начали возводить этой весной. Фотоотчет со строительной площадки публикуют на официальном портале органов власти. Рабочие начали поднимать стены трехэтажного здания. В районе продолжается и активная подготовка к учебному году. Приходят играть в футбол, они яблоки едят. Как едят? Едят. Едят, и вот видите, то все упадет. Если честно, яблок так много не было. За этим яблоневым садом ухаживают ученики и преподаватели Ядринской школы номер 3. Как здесь готовятся к новому учебному году, приехал проинспектировать глава региона. За летние каникулы сделали немало. В коридорах покрашены стены, отремонтирован спортивный зал и модернизирован пищеблок. В сентябре сюда придут 150 первоклассников. Мы многое сделали. Конечно, первое, мы поставили задачу, это обеспечить учащихся учебниками. Учебники у нас поступали уже в марте месяце. Поступили буквально на днях. На 100 тысяч учебников еще они придут к нам буквально на этой неделе. Большую работу провели в актовом зале. Мы приготовили, шили, заменили полностью занавеси в актовом зале. Поставили шесть прожекторов. Ну а первыми ремонт актового зала школы оценили участники расширенной встречи. Одна из главных тем благоустройства муниципалитета. За несколько дней до рабочего визита Михаила Игнатьева в Ядрин приезжали и наши коллеги. Местные жители пожаловали съемочной группе на захламленный мусором пляж. Очень бы хотелось, чтобы нашелся тот человек, который наконец-то бы занялся нашим пляжем. Убрал вот этот мусор, который каждый день. И дети приходят, и взрослые. Каждый раз смотрим на это безобразие. К приезду главы региона берега Суры очистили от мусора. Стало чище. Намного стало как-то приятнее. И, в общем-то, так-то все нормально, я считаю. И песочек, и все. Ну, может быть, еще как-то сами люди. Вот как-то надо не сорить. В муниципалитете реализуют и местные инициативы. В планах на этот год порядка 15 проектов. В Малокорщинском сельском поселении, где маленькие деревни Ямалоки, по улице Ямалоки, проложили щегуночную дорогу. Софинансированные иные суммы собрали жильцы, район и республика. Поэтому цели и задачи нам ясны. В Ядрине продолжают ремонтировать и аварийные участки дорог. Из регионального бюджета муниципалитету выделена многомиллионная сумма. Перед нами поставлена задача в 2024 году снизить гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях. Цифра стоит 4 человека на 100 тысяч населения. Больная тема для районна долги за жилищно-коммунальные услуги. За последние полгода сумма недоимок увеличилась на 20%. Фамилии есть у этих людей. Мы для учетов, хочу сказать, для малобеспеченных семей, с учетом роста тарифов, закладываем столько средств, сколько нужно, сколько необходимо. В конечном счете власть будет виновата. Если сейчас меры не примем, они никто не скажут на улице, я не платил, поэтому там тепло или горячей воды. Они скажут, что власть плохо работает. Необходимо сокращать и количество необрабатываемых земель. В дальнейшем эта работа будет продолжена. Я считаю, что убежден, что таких земель мы не оставим. Нам надо находить людей, которые любят эту землю, которые знают, что такое сельхозяйственное производство, чтобы там производилась продукция и появлялись рабочие места. На встрече обсудили подробно изменения закона о пенсиях. Предположительно, в Яновском районе это коснется в течение этих 10 лет 2288 граждан Яновского района. Основными предпосылками, лежавшими в основе разработки этого законопроекта, является демографическая ситуация в стране. Ежегодность численность граждан уменьшается на 0,4 миллиона человек, а увеличивается на 1,6 миллиона человек. Задача для властей на последующие полгода – повышение доли дохода в бюджете и реализация инвестиционных проектов. Это залог стабильного экономического роста. Дмитрий Ковалев, Алексей Нейкин и Михаил Солин. Республика. Гражданами города Чебоксары рождаются, а почетными становятся. Сегодня столичные депутаты решили, кто пополнит этот список. Нового почетного гражданина чебоксарские депутаты выбирают ежегодно накануне Дня города. Среди семи кандидатур – заслуженные деятели искусства, артисты, мастер спорта международного класса, радиожурналист, государственные деятели. На заседаниях комиссии большинство депутатов свое предпочтение отдали Крете Лазаревне-Валицкой. В 70-е годы она была первым секретарем Чебоксарского горкома Комсомола, а затем возглавляла городской комитет партии. При ней в Чебоксарах построили, к примеру, Монумент Славы, Мост по улице Мира, ряд крупнейших предприятий города. Крета Валицкая работала также министром труда и занятости Чувашии. За проголосовали 32 депутата из 37 присутствующих. Чествовать нового почетного гражданина будут 16 августа. Маяки дружбы «Россия сближает-2018». Молодежный проект межнационального согласия добрался и до Чувашской республики. Здесь группа волонтеров пробыла три дня. С маячками встретилась Юлия Важенина. Убирали мусор, красили заборы, ухаживали за клумбами. Две недели эти люди помогали облагораживать разные регионы нашей страны. А взамен знакомились с их культурой. Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Южная и Северная Осетия. 120 волонтеров приняли участие в межрегиональном общественном движении. Маяком дружбы стала и Чуваша. Мы ходили здесь на протяжении трех дней. Мы посещали различные музеи. Нам рассказывали про историю вашей республики. Нам показывали замечательный музей Чапаева. Лично мне очень понравилось. Мы ездили в музей космонавтики. Помогать, познавать, рассказывать, дружить. Так звучит девиз движения. Цель проекта – привлечь внимание к объектам историко-культурного наследия и укрепить дружбу между народами России. Так, например, Ильдар Сусаев приехал в Чувашию из Кабардино-Балкарии. И здесь он чувствует себя почти как дома. Признается, ему приятно слышать чувашский язык, ведь он похож на его родной. Похожие языки. Допустим, самый банальный пример. Если у вас вещь – это работа, у нас пища – это работа. Схожие кухни. Ну, кухня очень, достаточно схожая. То есть, в основном, все крутится вокруг баранины и тому подобное. Ну, в плане культуры, в плане культуры, ну, тут, конечно, есть небольшие различия. В плане одежды, каких-либо нюансов, в плане традиций. То же самое говорит и Татьяна Сергеева. Сама она из Чувашии, а в этом году впервые побывала на родине Ильдара в Кабардино-Балкарии. Дальше ребята отправятся в Казань. Именно там конечная точка экспедиции. 18 августа в столице Татарстана соберутся все участники на торжественном закрытии проекта. Кстати, стать маячком может каждый. Для этого нужно зайти на сайт движения и заполнить анкету. Единственное ограничение – возраст участникам не должно быть больше 30 лет. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. В Чувашии завершился прием заявок на конкурс «Самый благоустроенный дом». С жителями дома, который претендует на победу, встретилась наша съемочная группа. Гномы, смешарики и другие сказочные и мультперсонажи живут во дворе 10-го дома по улице Герцена. Мимо не пройти. Разноцветные фигуры и оригинальные клумбы приковывают внимание. В палисадниках хозяйничают жители, подрезают цветы, ставят новые скульптуры. Тот случай, когда соседи все друг друга знают и облагораживают дом вместе. Люди дружные. Не считаясь временем, свободное время, выходят, работают, сидят. Вот скамейки. Мы эти скамейки сами сидим недавно покрасили. Это Герцена 10, да. Это последний горсоветский дом. Вот старший подъезд выходит. Ему 7,6. Старший подъезд. У каждого подъезда есть старший, у дома председатель. И это не номинально, как часто бывает. Порядок здесь внутри и снаружи. В 2016-м жители этого дома впервые подали заявку на конкурс благоустройства в номинации «Лучший квартирный дом». И выиграли. Вначале по району, затем стали лучшими в республике. Успех повторили и на следующий год. В качестве приза сертификаты на дополнительное благоустройство двора и дома. Самолет поставили, да, за 16-й, 17-й год. И вот каруселька, вертушка, каруселька. Это поставили только за 16-й год. В 17-м году мы сделали освещение в подъездах, то есть экономическое, то есть датчики движения. И тоже над входами всеми поставили освещение на нашем доме. Вот это вот мы сделали. Еще один сертификат на детскую площадку ждет своего исполнения. А жители ждут итогов республиканского конкурса. Прием заявок завершили 10 августа. Название «Лучшего дома» – десятки претендентов. При этом местные активисты планируют, как еще можно улучшить двор. Например, убрать здание старой котельной. С этой инициативой они вышли в городскую администрацию. Ну, очень, конечно, душа болит вот за это здание, потому что со школы убегают, там сзади здание курят. Загрязняют эту территорию. Ну, мы, конечно, мимо не проходим. Всегда делаем замечания, заставляем их слезть, чтобы… Боимся всего этого. Это же дети наши. Вот. Обращаем на это большое внимание, конечно. Хочется, чтобы побыстрее убрать. А на месте котельной раскинуть еще один симпатичный цветник или установить детскую площадку. Планов и идей у активных жителей Козловки предостаточно. Ирина Волкова, Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Уже почти неделю в детском лагере «Березка» идет танцевальная смена. Именитые хореографы проводят мастер-классы по разным направлениям. Одной из первых стала Ева Уварова. Ее называют графиней Вога. В ее арсенале огромное количество стилей и движений. И это несмотря на то, что сейчас ей только 13 лет. Ева Уварова уже покорила именитых хореографов различных танцевальных проектов. Сейчас она уже и сама проводит мастер-классы. Ее пригласили и в само-стар-дэнс-кэмп. Если преподаватель хороший и им весело, то как бы лучше учиться. Тем более, мне кажется, ребенку с ребенком комфортнее общаться. Потому что как бы на одном уровне, и поэтому легче воспринимать. Хэм – один из подстилей Вога. Его фишка – женственные движения. Именно этому направлению Ева обучала начинающих танцоров. Мастер-класс у Евы мне дался, как ни странно, очень легко. Я быстро все схватывала. Он мне очень сильно понравился. Я прям кайфовала, когда смотрела на нее. То, что она нас так подбадривала. Мне очень понравился мастер-класс. Сначала было сложновато. Потом уже стало легче. Вог вообще, именно вот эта хореога, она была сложновата для меня. Но если немного еще потренироваться, то все будет хорошо. Особенность этой смены – не только танцующие, отдыхающие, но и вожатые. Вместе со своими подопечными они учат новые стили на мастер-классах хореографов. И это у них неплохо получается. От Вога я тоже получаю эмоции. Там самое главное – показать эмоции. И они у меня идут. Поэтому Вог у меня получился. Полтора часа пролетели незаметно. За это время танцоры освоили довольно сложную связку. Ребята у вас тут отличные. Я была рада дать первый мой мастер-класс. Это было превосходно. Большинство ребят справился. У кого-то не совсем получилось, потому что они могли пробовать это танцевать только первый раз. Но для первого раза, даже тех, кто были, это было превосходно. Серия звездных мастер-классов только началась. Хип-хоп, джаз-фан, контемпы не только ждут участников танцевальной смены. А уже завтра они попытаются освоить брейк-данс. До старта хоккейного турнира первенства в высшей хоккейной лиге остается месяц. Но насладиться игрой хоккейного клуба «Чебоксары» болельщики уже смогли. Чебоксарские богатыри провели товарищеский матч с командой из Китая «Ценг Тоу». За игрой наблюдала Татьяна Леонтьева. Подтягиваться к ледовой арене болельщики начали задолго до начала матча. Шарфы, майки и кепки – символика чебоксарской команды. Поддержать своих шли целыми семьями. Почти постоянно ходим с ребенком, хожу. Вот сейчас приехали премьерники из Сатарстана. Вместе идем ходить смотреть хоккей. Начало сезона нового. А что ожидаете от сегодняшней игры, от нашей команды? Только позитивы и только победы. По победам соскучились и сами богатыри. Это первая игра в межсезонье, и соперник подобрался серьезной. Китайский «Ценг Тоу» играет в другом дивизионе – высшей хоккейной лиге. В прошлом сезоне команда вышла в плей-офф. На чебоксарском льду борьба завязалась с первых минут встречи. На 14-й минуте счет открыла чебоксарская команда. Спустя 4 минуты при игре в большинстве она удвоила счет. Забить гол в раздевалку соперник не смог. На перерыв команды ушли с тем же счетом. Во втором периоде опасных моментов около ворот щебоксарцев стало больше. «Ценг Тоу» пыталась пробить оборону соперника, но наш вратарь был надежен. Богатыри в долгу не остались и шли в контратаку. Но в этом периоде обошлось без забитых шайб. Что не скажешь о страстях на льду. Они разгорелись под занавес второй 20-ти минутки. А вот третий период отметился заброшенной шайбой. За 8 минут до конца матча богатыри увеличили преимущество. Итог встречи 3-0 в пользу чебоксарского клуба. Один из героев матча – голкипер Александр Мулин. Так было тяжеловато, но спасибо за поддержку. Мы смогли выиграть. Мы не смотрели, откуда там команда. Мы просто выходили одним кулаком и бились. И неважных бросков не бывает. К этой игре специально не готовились. Ребята под нагрузкой, тяжело им очень. Проявили характер, сыграли. Сейчас результат пока не важен. Тут не надо испытывать эйфории. Это просто предсезонная игра. Подготовка к сезону. У нас есть состав определенный. Мы работаем с ними. Сильно не изменилась команда по сравнению с прошлым годом. Первенство ВХЛ стартует в сентябре. Первый соперник чебоксарских богатырей – хоккейный клуб Ростов. Татьяна Леонтьева, Бахтиар Вилеев, Республика. Поболеть за чебоксарскую команду можно будет совсем скоро. 23 и 24 августа пройдет Кубок двух столиц. Хоккейный клуб Чебоксара сыграет против клуба Юниор. А 27 и 30 августа состоится традиционный розыгрыш Кубка главы Чувашии. А я с вами прощаюсь. До завтра.